Сегодня минус 17. Уже несколько дней, как проведены работы, привезли машину щебня, засыпали. И представляете, неужели настолько земля прогрелась кипятком, что до сих пор не может утрамбоваться? А получается каша-малаша. Открылся магазин Монетка, и я иду сюда первый раз. Изменила своему Проксибу. А яблоки? Ой, капуста. Как это вкусно очень. Мне тут. Ромачки-то. И в оси. Ну вот, масло. Олейно. Вот это возьму. Так, русский сахар. Вот есть хлеб, который Вовын любимый. Вот конфеты. Здесь всегда дешевые конфеты. Вот эти вот возьму. Вот цена на рис. Видите, такой. Вот это я полюбила. Теперь пришла в Проксибу. Еще куплю яблок здесь. Что-то я картошку купила. Какую-то не учить. Ну, куплю капусту. Здесь, видите, капуста подешевле. На несколько рублей. А теперь цены по конкурентам. Ну, естественно, те же открылись только. Им нужно привлекать покупателей. Ну, а я пришла в Проксибу. Я хочу купить томатную пасту. Вот я куплю Кубаночка. Это очень хорошая паста. Маленькую. Сколько здесь грамм? 280-59. Вот. Я куплю, можно даже две таких. Будет выгоднее. Так, не могу пройти мимо камбалы. Смотрите. Ну, она желтая. Написано. Желтоперая фортуна. Яйца подорожали. Вот цена на рис у конкурентов. А я не помню уже, почем взяла вот этот ряд. Вот есть она такая. Такая на рис. Вот сахар. Куплю сахар. Хочу напиток каркаде. Всем привет. Я опять на кухне. С вами буду общаться. Я буду делать голубцы. Но сегодня особенные голубцы. В чем особенность? В том, что вот этот качан капусты лежал у меня на балконе. Он замерз. Я занесла его в квартиру. Он оттаял. И теперь вот как прекрасно снимаются листья. С этого качана. Так. Ну, тут здесь нужно немножко же подрезать. Так. Я занесла его. Уже я пробовала, как-то мне советовали, чтобы не варить его, положить в морозилку. Я так делала. Не помню, мне понравилось это или нет. Но здесь просто вынуждено так уже. Качан этот замерз. Вот, видите, как. То есть меньше усилий прилагать нужно для того, чтобы разобрать. И он такой маленький. Это домашняя эта капуста у меня. А Егор говорит, мама, будут у нас сегодня голубцы? Ну, ладно. Значит, будут. Потому что Егор, ну, очень редко что-то там просит. Есть у него любимое блюдо. Я сварила борща. На индюшину этой ножки. Голубцы будут такие маленькие. Ну, и как обычно. Буду по ходу того, как я буду делать, буду рассказывать вам истории разные. Как обычно, зажарка, рис отварной, перец чёрный. Фарш свиной купила. Всё перемешаю. Останется лишнее. Ой, хочу чихнуть. Фи. Ой. От перца. Фи. Рис я солила. Сейчас перемешаю, попробую. Ну, на камеру это делать не буду. Так, вроде бы я подготовилась. Буду складывать в эту вот такую емкость. Хочу сделать в духовке. Ну, не знаю. Я хочу, может быть, обратно перелаживать буду всё. Вдруг не поместится. Так. Что буду рассказывать. Ну, вот вначале это... По магазинам ходила. Новый магазин у нас открылся. Рядом с домом. С одной стороны, конечно, это хорошо. Конкуренция это всегда хорошо. Они немножко ценные при открытии. Снизили. Ну, акции какие-то сделали. Такую вот мне дали бумажку. Ну, типа карточки, штрих-код здесь. Может, я занесу его в телефон. 7% скидка на белые ценники. Вот. Так привлекают они клиентов. Вот. А сегодня у нас опять метель. И мается былое в темноте. В общем, метель и болит голова. Сейчас напилась таблетка. И не знаю, может, она не из-за метели болит. Потому что вчера... У меня вот рюмка стоит. Вчера я купила же эту водку, вино. И был вчера такой повод. А муж уехал на работу. А я позвонила на Украину поздравить свою подругу с юбилеем. Ой, такая большая уже дата. Не будем называть. Я тебя, Валентина, еще раз поздравляю. С праздником. В общем, мы решили позажигать. По Вайберу. Просто вынуждена. Она не смогла отмечать день рождения свой. И мы с ней по Вайберу, значит. И стала я суетиться. В общем, давай выпьем, давай выпьем. Вина. Я показываю, что купила в покупке вина. Ну, в общем, стали открывать вино. И уже дети мне помогали. Они сначала, мама, мама, мама. Ну, потом стали помогать. Стопора нет. Ну, этим. Саморезом, отверткой. Ничего у нас не получилось. И пришлось, в общем, мне открыть бутылку водки. Ну, рюмочку, конечно, за здоровье мы приняли. И уже почти до танцев дело дошло. Водка. Написано альфа спирты. Пьется очень мягко. Не реклама. Ну, не знаю. Голова с утра от рюмки. Я не думаю, что это от рюмки водки. Она у меня разболелась. Дело в том, что и поздно спать, конечно, ложусь. И погода. И наелась. Я же здесь в спортзал уже не хожу. Но пытаюсь как-то себя все равно контролировать. Я пойду в спортзал. Но что-то есть очень хотелось. А купила же сарделек в светофоре. Наела сарделек. И может быть от этой вот соли, которая там. Вижу же, что отеки. Ну и погода. И вот. Какие-то такие последствия у меня. Так что приняла таблетку от головной боли. И муж сегодня же. Муж говорит, что ты делаешь? А я говорю, водку пью. Он вообще в шоке. Ну так. Расспросил меня, конечно, по какому поводу. И сегодня говорю. Так, надо же купить бокалы для вина. И штопор. И говорю. Вот я с амелье там посмотрела. Он дегустирует вино. Может надо начать уже разбираться. В вине. А он говорит. Ты знаешь, очень опасно. Вдруг тебе понравится. Это же можно же спиться. Женщины, они же могут спиться. Я говорю. Ну я же. Вот теперь ты говорю, понимаешь меня, как я переживаю. Он говорит. Я не могу спиться. Ну в общем. Такая тема щепетильная. Ну, полыбались и бокалы решили купить. Все-таки у меня есть знакомая, которая пьет вино. Она его любит. Ой, ой, как же ж больно. Ты прыгнула на меня. Вся спина обудрана. Уже я ее наказываю. Сначала я такая добренькая. Мне как бы эта миленькая кошечка прыгнула на меня. Потом это же все весят поцарапами. С этой кошечкой нашей. Она растет. Сюда заглядываешь. Ой, не знаю какую. Что я там тему. А, по поводу вина говорила. Нету, как сказать, культуры распития спиртных напитков. Мы же начинали пить самогонку, к сожалению, водку. Дури сразу много. Танцы. И все такое. Смелые, отчаянные, веселые, энергичные. Кошка, чтобы руки не испачкать. Давай. Давай, закроем. Вот. А вино, оно по-другому действует. Не сразу, да? Трах-бабах. Когда молодой возраст. Вот сколько нужно этого вина выпить, чтобы ты вот такой, как бы, одурел и пошел танцевать и делать, что попало. Всякие авантюры. Винцо, оно совсем по-другому, как говорится. Ламповую атмосферу, наверное, создаёт. Ну, смотря сколько выпить и с кем. Ну, вот одно. Кто пробовал, напишите в комментариях мне, кто практикует, ну, не в компании, а самой. Так, налить бокальчик вина, попробовать вот этот аромат, послевкусие, как рассказывают, да? Мне не хватает словарного запаса пока для того, чтобы описать. А муж говорит, ты смотри, а то показывают фильмы, говорит, там, жены художников, или наоборот, художницы такие сидят, один в бокальчик, другой. Муж ей говорит, может, достаточно? А она уже, уже хорошая. Не остановить это. У меня, я думаю, мне это не грозит. Потому что я как быстро увлекаюсь чем-нибудь, так быстро это и проходит. А я сейчас вот спешу, рассказы рассказываю, и мне нужно срочно-срочно ехать на почту. А нас уже почти 6 вечера. Почта далеко. А мне же я посмотрела только что, посмотрела сегодня в понедельник. А почта же, наверное, сегодня не работает. В понедельник. Или работает. Если, если с утра я смотрела, еще никаких обновлений не было, а сегодня уже в офисе доставки, значит, почта работает. В общем, сейчас быстро наверчу этих голубцов и уеду. Посмотрю режим работы. Ой, уже знаете, как посылка. Когда я ее заказывала, эту камеру, я в таком было состоянии. Ой, заведенную. Мне так этого хотелось. Так хотелось эту камеру. А теперь я уже даже боюсь ее получать, потому что я боюсь разочароваться. Тоже бывает у вас такое? Вот если бы сразу ее раз и мне доставили, я купила бы. Или вы наоборот испытываете чувство такое предвкушение, что вот, ожидаете. Скоро. Ну, что-то вот видите, накладываю не... Не поместится, наверное, сюда. Кастрюлю надо будет переложить, наверное. Вообще, уже надо как бы настраиваться на праздничное настроение. Песни новогодние, зимние надо начинать петь. Белая-белая метелица Замела дорожки, закружила. Чем же меня ты, красная девица, Она всегда себе приворожила. Белая-белая метелица На белом-белом покрывале Января Любимой девушке Я имя написал Не прогоняй меня, мороз Хочу побыть немного я На белом-белом покрывале Января Пухом трепяжем Ложится пена На берегам Чудо-то Могут сделать Юга-юга Не вращайте на меня внимания Занимайтесь своими делами Смотрите меня фоном Можете подпевать То ли от Каких-то наслаждений Жаре назло Снятся Январские мне метели А в них тепло На белом-белом покрывале Января Так Так, что может еще другую песенку какую? Про снег Белым снегом Снегом белым Ночка темная Все стежки замела По которым По которым По которым Я с тобой, любимый Рядышком прошла Так, еще какую Мама, я опять вернулась Городу на побережье Мама, я забыла гордость Но я узнала Что такое нежность Мама, я так одинока А вокруг меня Люди-люди Мама, сердце не бьется Мама, что со мною будет Снег 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 На моей голове Снег Снег Что это все случилось Что это было неизбежно А сегодня Так Соскучилась У нас прям Нету Мы же отключили Кабельное И Обычно Мама была в зале Это Телевизор Фоном шел Что-то обсудить бы Вот эти покупки Которые я сделала Порадовались бы двое Соскучилась Ой Так Все Все Я завершила Голубцы я сделала Это какие-то сухие листья Побежала Ну посмотрю сейчас Если побегу За этой камерой Я вам скажу Все Пока Пока